ну шо здорово уважаемые артурю на связи решил записать видео что делать после того как ты получил 80 уровень многие задаются этим вопросом допустим я люблю бегать в пвп как мне деться я люблю больше бегать в пве что мне нужно делать то что ребятушки в этом видео расскажу все по полочкам подробно после того как ты получилась 50 уровень что тебе делать так что садись поудобней наливай чайку вкусняшки печенюхи и мы начинаем начнем с ознакомления джулии сируса и реле как только вы получили 80 уровень у вас будет цепочка квестов у этих npc как только вы сделаете эти цепочки квестов у вас будут монеты джули вы подходите к вендору велис и крутите у него монеты нас вот интересует это очки доблести и интересует жетона и ветерана если вам упал жетон ветерана выбираете очки арены для чего объясню чуть чуть позже если же падают у д также можно купить вещи за очки доблести и вот нам допустим упали жетоны ветерана мы выбрали очки арены и спускаемся в клааку это в подвал доллара на далее бежим к npc у которого сейчас будем покупать пвп вещи даже если вы хотите играть в пве для старта это вам поможет очень сильно выручить и тут берем экипировку смертоносного гладиатора за очки арены как вы помните что с жетона ветерана падает 200 очков чести или же 100 очков арены мы берем и покупаем за очки арена вот эти вот вещи можем купить шею плащ запястья пояс ступни кольца и аксессуары если вы хотите дальше бегать в пвп бегайте просто на арену а пойти сварить на службы и улучшаете вещи за очки чести доберете купать такие вот жетоны и а пойти свои вещи последовательность следующее вы сначала пойти 200 как бы 13 сначала вы купили потом 226 и потом 232 200 и 245 потом 264 оружие вы можете купить у этого вендора то есть это у вильямс все то же самое все идентично а пойти покупается с этого и шмотки то есть а вещи вы также покупаете уже у брольда также как и за очки арены также за очки чести немаловажный момент если вы купите за очки арены вы в последующем можете опыть эти вещи за очки чести но если же вам упала в рулетке очки доблести вы в доллара не бежите в прибрежище похитителя солнца к вот этим энписи у этого энписи вы можете купить вещи 200 левела и помимо этого наследуемые вещи когда вы купите вещь наследуемую она вас будет отображаться как 200 айтем левела помимо этого можете купить за очки и доблести вещи 213 вещи 226 вещи 245 и вещи 264 следующий мы отправляемся на аукцион и покупаем недостающие вещи моем случае мака и вещи нужны мне тканевые я выбираю на что сколько у меня есть денег покупаю эти вещи пускай не даже будет 200 в 206 уровня 213 уровня возможно 226 и одеваю собственно говоря эти вещи но также заходим в раздел разное тут можем мы купить себе аксессуары можем купить себе шею можем себе купить кольца если у нас уже есть 180 этом леву заходим в поиск группы и тут в тип мы выбираем случайный подземелье лич кинг героические там мы себе выбиваем вещи 200 айтем левела и помимо этого мы фармим очки доблести наша задача на данном этапе получить 206 айтем левел на 206 айтем левеле нас будет пускать случайно пиземелье бюрнет крузей там мы будем получать вещи 226 айтем левела далее мы отправляемся к банку в долларане и ищем npc темный следопыт варель он обычно стоит тут но если его нету он бегает отсюда до сюда вы подходите к нему и берете квестики на кузню ямы зал а это кузня душ зал и отражение яма сарона после этого мы отправляемся в кузню ямы и залы и там себе можем опять же выбить вещи напомню то что с обычки по до 219 вещи с героика по до 232 вещи помимо этого мы выполняем тот самый квест только следите внимательно надо как сдавать квесты так и брать новые квесты самих инстах после этого как вы закроете кузню ямы зал и у вас будет в районе 1200 а д напоминаю как я ранее говорил зауды то есть очки доблести вы можете купить себе вещи ну и далее начинается ребятушки у нас самое интересное это у нас среды это нас испытания крестоносца это у нас логово никси и коржан логово мактеридона логово грула целка толгород и так далее то есть как только вы получили 226 айтем лэвы у вас уже будут брать уже наверное в испытания крестоносца и логово никси там вы будете получать двести тридцать вторые вещи как только вы получите где-то двести тридцатой тем лэвы можете уже бегать в корожан за т4 вещами после того как вы соберете себе комплект т4 вещей напомню то что т4 вещи выбивается это с корожана логово грула и логово мактеридона вот такие есть печеньки их называют токены вы ролите если вам повезло вы их забираете или же просто-напросто можете купить их но помимо этого как я ранее вам и говорил вы можете бегать это подземелье бюрин крузейд и фармить жетоны воина запределье получается в день сможете закругу закрывать суммарно это 7 рбк данджей то есть подземелье бюрин крузейд и в день вы где-то будете фармить 41 жетон воина запредель и грубо говоря 5 дней фарма вы можете купить себе т4 шмотку 7 дней вам нужно чтобы выбить это т4 шмотку грудь голову и ноги после того как вы получите четыре т4 вещи ваш будут пускать в целка двадцать пятку десятку вас будут пускает наверное с 2 т4 помимо этого вы будете бегать еще в толгород ну а далее у меня уже есть ролик на канале в котором я более подробно рассказываю как бегать целка как и как нужно бегать в корожан убивать те самые т4 шмотки и что ребятушки по ссылке в описании будет у вас ссылочка на моё видео где я подробно рассказываю что нужно делать уже после того как вы получили стартовый шмот но на этом все ребятушки получилось вот такое вот видео надеюсь информативное для вас и полезная но кому понравилось видео ставь пальчик вверх нажимай на колокольчик и напиши в комментарии возможно что-то забыл уточнить но и также у нас стримы каждый день это 1925 по муску буду рад тебя видеть на потоке и помочь тебе уже на стриме каким-то словом так что ребятушки на этом все всем спасибо за внимание и до встречи